Всем привет! Вы на канале Виктор Лайф и сегодня мы вам расскажем, как дома заняться самой безопасной лепкой. Мы взяли самый простой рецепт солёного теста. Да, сейчас будем делать солёное тесто. Нам понадобится соль полстакана. Во всех рецептах пишут, что нужна соль мелкого помола. У меня крупная, поэтому немножечко изменим рецепт. Мы к соли сразу же добавим в воду, а уже потом в муку. Молодец, умничка. Всё, оставляй. На полстакана соли мы добавляем полстакана кипятка. Да, мой хороший. Это мы делаем для того, чтобы соль как следует растворилась. Я сейчас размешаю тебе отдам. Давай, мешай сам. Мешай. Малыш уже сам размешивает. Носик далеко не опускай. Давай, размешивай. Интенсивнее мешай. Нам ещё нужно муку туда добавить. Только нужно очень тщательно размешать. Мешай, 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 мешай. Давай, мешай, я пока буду отмерять муки. На полстакана воды, полстакана соли нужно... Нужен целый стакан муки. Стакан мы используем этот же, я его приборительно оттушила от воды. Мука обычная, пшеничная. Нет? Подожди. Мешай. Соль пока нужно размешать. Подожди пока, я ещё не отмерила. Ты размешал, Соль? Да. Как это да? Будем посмотреть всё на дне. Мешай как следует. Возьмите большую ёмкость для того, чтобы было удобно затем замешивать тесто. Насыпай. Молодец, умничка. Да, теперь аккуратно вливаем воду. Вода горячая, поэтому всё-таки это будет делать мама. Хорошо? Так, убирай ручки. О-хо-хо, вся соль осталась внутри. Если у вас мелкая соль, то сначала смешайте с мукой, а потом заварите кипятком. Но у нас мелкой соли не оказалось. Этот рецепт очень простой, потому что такие ингредиенты есть у каждого на кухне. А уже не нужен стаканчик. Нет, больше не нужно соли. Ни соли, ни муки. Ты в муке, котёнок. Тесто получается довольно безопасным, но в то же время очень солёным. Муки больше не нужно. Посмотри, какое тесто хорошее получается. Это идеальное тесто для лепки с маленькими детьми. Даже если попробовать, страшного ничего не случится, но оно очень солёное, и малышу не захочется его есть. Вот такое тесто у нас получается. После того, как невозможно мешать ложкой, мы начинаем вымешивать руками. Садись на стульчик, Сауше. Оно уже хорошее получается. Рассказывай, какой у нас тесто. Давай, рассказывай. Вот такое тесто прекрасно у нас получилось. Оно уже достаточно эластичное. Мы сделаем следующее. Я заверну это тесто в пищевую плёнку и оставлю как минимум на полчаса. Оно станет ещё более тягучим и эластичным. Из него будет ещё более приятный лепичок. Пока наше тесто доходит до консистенции, подписывайтесь на наш канал и ставьте пальчик вверх. Покажи пальчик вверх. Пальчик вверх, покажи. Молодец. Умничка. Итак, у нас прошло 30 минут. Мама. Тесто подошло. Да-да-да. У нас нет. Я приготовила самые простые подручные средства из того, что у нас было дома. Потому что специальных инструментов для лепки у нас, к сожалению, ещё даже нет. Снимаем пищевую плёнку. Вот такое красивое и ароматное тесто получилось. Пить я ещё решил ёлочку использовать. Не знаю зачем, узнаем сейчас. Вот такое тесто. Соль у нас полностью не растворилась. Поэтому, если у вас есть мелкая соль, всё-таки используйте её. Ну, тесто приятное. Работать всё будет приятно. Открываем кусочек. Остальное тесто лучше завернуть обратно в плёнку, чтобы оно не заветрилось. Хотя бы так. Мама. Мама. Ты будешь выскатывать тесто? Мама. Витюш, у нас видео по лепке, а не по мисанию ёлок. Лепка – это отличное занятие для развития мелкой моторики и развития мозга у детей. Мама. 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 Гоу. Витя, садись на стульчик. Витя, пожалуйста. Можешь раскатывать тесто? Сначала раскатать нужно. Порезать сразу будешь? Давай мама тогда раскатает. Помнишь, как ты у меня раскатывал тесто? У нас есть маленькая видео-шот, где малыш сам раскатывает тесто. Давай раскатывай ещё. Сначала раскатай, а потом будешь вырезать. Взяла детский ножичек. Сам будешь? Ну, давай. Даже если с первого раза у вас не получится, это не страшно. Главное – это эффект. Мелкая моторика, работа руками – это очень занимает малыша и развивает его функции. Так, переворачивай с этой стороны. Подделки из солёного теста, которые уже готовы, можно запекать в обычном духовом шкафу. Как только всё будет готово, сегодня вечером мы попробуем запечь. Если, конечно, у нас вообще что-то получится, да? Смотри, Витя, что ещё можно сделать. Помимо того, что тесто можно просто дырявить или просто вылеплять, обязательно показывайте малышу, особенно тем, кто в первый раз это делает. Теста у нас достаточно. Малыш может из одного кусочка делать, мама из другого. Можно показывать. И лучше, чтобы малыш повторял за вами. Ну, и инициатива, она тоже приветствуется. Развитие воображения малышей – это прекрасно. Обязательно покажите, что ещё можно делать из теста. Не только, что малыш придумал сам, но и что вы можете ему предложить. Можно взять любую формочку, либо стаканчик. Вот такой стаканчик я нашла, совсем маленький. И показать, как можно вырезать штампом. Итюш, посмотри, пожалуйста. Посмотри, как классно получается. Нажали и потом всей ручкой. Но обязательно покажите малышу, чтобы он тоже попробовал. Давай здесь сам попробуй. Здесь же хочешь? Вот так, молодец какой. И здесь тоже с этой стороны. Молодец. А большой хочешь формочкой попробовать? Да. Давай я тебе раскатаю обратно тесто. Мама. Сейчас я тебе раскатаю, как следует. Ты немножко задела. Вот, надавливай. Не просто отпечатывай, а надавливай. Так, и как следует ручкой. Вот. Красиво получается? Еще вот такую нашла барабанную палочку. Если делать поделки, ей очень удобно. Делать вот такие маленькие полудурочки. Как это правильно назвать? Пишите в комментариях, кто уже работал с соленым тестом. Насколько это занимает малыша и насколько нравится это вам. Если у вас малыш усидчивый, то занятие лепкой может занять даже 30 или 40 минут. У нас, я думаю, минут 15-20, не больше. Хотя, посмотрим, в конце видео обязательно скажу, сколько у нас заняло это время. Ну вот, малышу очень понравилось выдавливать дырочки из теста. Покажите обязательно, как катать шарики. Итюш, будешь шарик скатывать? Да. Смотри, как классно. Да. Раз, 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 раз. Между ладошечками катаем. Попробуй сам. И обратно со мной. И между, нет, между ладошечками. Так, положи инструмент. Вот так, по кругу. Где ладошечки? По кругу скатывай. Не страшно, мы потом поднимем. Давай два кусочка. Один мне, а другой тебе. Обязательно показывай. Ну вот. Тесто очень соленое малышу не понравилось. Больше пробовать, скорее всего, не будет. После высыхания, после запекания соленого теста, его можно еще весело раскрасить. Конечно, все зависит от возраста малыша. Но нам год и 10. Мы все равно будем пробовать. Еще раз попробую. Так, все тесто из одного компонента. Оно все очень солено. Оно невкусное. Попробую покатать шарики. И из шариков потом сделаем большую поделку. Давай? Такое занятие успокаивает даже взрослых. Поэтому, если у вас напряженная работа, или вы просто от чего-то устали, садитесь и лепите вместе. Очень приятное занятие. А детям приятно, что вы проводите время с ними. Да, это что у тебя получилось? Смотри, их можно вместе ведь уж слепить. Во! Красиво? Не понравилось ему слеплять вместе, но понравилось разрывать. Кажется, малышу очень понравилось это занятие. Мне тоже. Причем довольно чистое. Вот малыш уже занимается лепкой в течение 30 минут. Хотя достаточно активный малыш и довольно неуседчивый. Поэтому занятие очень рекомендую. Нам год и 10, но я думаю, с года полтора уже можно спокойно начинать. Причем крупная соль никак не ухудшила консистенцию теста. Она видна, но на лепку никак она не влияет. Прекрасное тесто получилось. И очень приятное. Витюша, тебе нравится лепить? Витюш? Да. Давай. Ну что ж, давай сюда. Цельных изделий у нас, к сожалению, пока не получилось. Но это первая наша попытка. Будем пробовать еще. Если понравилось, ставьте пальчик вверх. И подписывайтесь на наш канал. Витюш, скажи всем пока-пока. Скажи пока-пока. Пока-пока. Встретимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok